МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве народного благосостояния, как стараться приводить экономию в лучшее состояние". Из Устава Императорского Вольного Экономического Общества. 1765 год. Всероссийское экономическое собрание, посвященное празднование Дня Экономиста, становится традицией встречаться, чтобы отметить профессиональный праздник и поздравить друг друга. И я от души поздравляю всех, собравшихся в этом зале с Днём Экономиста. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире снова передача Дом Э, Дом Экономиста. Но ведем мы ее сегодня не из Дома Экономиста, а из колонного зала Дома Союзов. Вот сегодня я попросил, так сказать, моего коллегу Сергея Вячеславовича Калашникова, первого заместителя, представителя комитета Совета Федерации, профессора, доктора экономических наук и члена Президиума Вольного Экономического Общества России, прийти к нам в гости на нашу передачу, и мы из колонного зала ее сегодня проведем. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Сегодня действительно замечательный день, потому что все экономисты страны празднуют свой профессиональный праздник. Для ощущения себя в профессии, наличия профессионального праздника, а тем более, что еще и были проведены награждения премией, в том числе званием лучший экономист года, безусловно, является важным этапом для каждого экономиста. Сегодня на Всероссийском экономическом собрании много говорили о том, как там выйти на устойчивую траекторию экономического роста, где искать точки роста. Вот давайте посмотрим, как это было. 12 ноября в колонном зале Дома Союзов состоялось Всероссийское экономическое собрание, посвященное празднованию Дня экономиста. Этот профессиональный праздник был учрежден три года назад решением правительства России в дату основания Вольного экономического общества Екатериной Великой и в связи с его 250-летием. Задачами Вольного экономического общества России во все времена были просвещение, распространение знаний и передовых технологий, обобщение опыта и анализ ситуации в экономике государства. Приветственное слово в адрес Всероссийского экономического собрания зачитал председатель Комитета Совета Федерации России по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Приветствую участников Всероссийского экономического собрания и поздравляю вас с профессиональным праздником Днем экономиста. Сегодня благодаря эффективному взаимодействию государственных и общественных деятелей, представителей российской экономической науки, экспертов-практиков, в нашей стране происходит существенное преобразование экономики в результате развития новых направлений, хозяйственной деятельности, роста экономического потенциала субъектов Российской Федерации, расширения области международного сотрудничества. Желаю всем реализации намеченных планов и новых успехов. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Ивановна Матвиенко. Всероссийское экономическое собрание стало ежегодным форумом, объединяющим органы государственной власти, бизнеса, общественных объединений, ученых-экономистов и специалистов-практиков из всех субъектов Российской Федерации. Основная тема данного форума «Российская экономика. Стратегия прорыва» отразила приоритетную задачу, стоящую перед сообществом, сформировать эффективную модель для устойчивого развития национальной экономики. Решению этой задачи были посвящены все доклады уважаемого собрания. Многие вопросы, над решением которых трудились члены Вольного экономического общества в прошлом, сохраняют свою актуальность и для современной России. Я убежден, что наша с вами совместная работа будет способствовать развитию и укреплению экономики России, а значит экономики регионов страны, всех отраслей народного хозяйства. Я за то, чтобы роль ЦБ повышалась в обеспечении роста экономики. Повышалась роль ЦБ – это важнейший институт, который очень сильно влияет на ход событий в экономике. И здесь нужна по-настоящему единая денежно-кредитная политика, которая согласовывалась бы с правительством, с центральным банком, со всеми регулирующими органами, и бизнес в этом активно принимал участие. По сути дела, когда мы говорим о повороте на восток, это не только поворот к Китаю, к азиатским рынкам, но это поворот к своим сибирским регионам. И без создания там новых центров и локомотивов развития, причем не только точечных городах, но все-таки это должно быть комплексное развитие территории, чтобы людям там хотелось жить, и можно было и в деревне, и в небольшом городе иметь достаточно достойные условия для жизни и для работы. Люди хотят работать. У нас огромное количество... Сегодня, по-моему, старшеклассники получают уже миллионы рублей, став айтишниками, и отцу стыдно. Он получает 50-70 тысяч, а старшеклассник, сын получает уже сотни тысяч, а то и миллионы. Это новое поколение. Они умеют работать, хотят, но айтишники могут дома работать. Вот на земле надо, конечно, создавать условия, но все идет снизу, нельзя бить по рукам. Сперва глава поселения бьет по рукам, глава администрации района, город, область и федеральные органы. И все одному и тому же предпринимать. Стратегия прорыва российской экономики отражена во многих изданиях Вольного экономического общества, в изобилии представленных участникам Всероссийского экономического собрания в колонном зале Дома Союзов. Сегодня экономисты, как положено в профессиональный праздник, в профессии, в труде, в заботах. И Аки Пчелы, которая, собственно говоря, на гербе Вольного экономического общества в качестве, так сказать, символа труда. Вот сегодня мы на нашем экономическом собрании обсуждали, тоже работали, обсуждали проблему, проблему, которая обозначена как экономика России, рывок в будущее. Возможно ли у нас совершить сегодня рывок в экономике, о котором говорит президент, о необходимости такого рывка? Что для этого надо? Как вы представляете? Мне очень легко ответить на ваш вопрос, потому что все сегодня, все сегодняшнее заседание, выступление абсолютно всех уважаемых экономистов, академиков, ученых, практиков, было направлено на ответ на ваш вопрос. И ответ однозначный. Да, Россия при определенных обстоятельствах обладает потенциалом совершить рывок, чтобы действительно наш ВВП рос 7-8% в год, чтобы им провели реструктуризацию экономики, чтобы создали мощную современную экономику. И сегодня на этот вопрос отвечали. Знаете, мне сегодня очень понравилось ряд выступлений. Я думаю, что нашим телезрителям сегодня покажем некоторые сюжеты из нашего экономического собрания. Мне понравилось выступление и академика Ивантера Виктора Викторовича, который обозначил такие точки роста определенные, наши достижения в сфере экономического развития. Потому что, знаете, обычно говорят о проблемах, но когда-то надо говорить и о достижениях. И сегодня как раз такая ситуация, такой праздник, когда можно об этом и сказать, не грешно, что называется. Мне кажется, что очень важно было, что академик Ивантера выделил отдельно научно-технический сектор, оборонный сектор в первую очередь, где серьезные и значительные прорывы уже видны. Выделен был сектор сельского хозяйства, где тоже в этом году, наверное, уже в протяжении ряда лет, и в этом году были хорошие и значимые достижения. Я бы от себя добавил еще одну вещь, о которой мало говорят, но мне кажется, она очень важна на самом деле. Это наш, я бы так сказал, определенный прорыв, по крайней мере, серьезный шаг в этом прорыве, так сказать, это то, что наши программисты, наши люди, которые делают программное обеспечение, создают его, так сказать, внедряют и так далее, впервые в этом году за всю историю России экспортировали больше, чем импортировали. А это все-таки высокотехнологичный сектор, это конкуренция жесточайшая в мире. И это самое главное, это, в общем-то, одно из направлений, куда надо двигаться, о чем, собственно, говорил и президент в прошлом году на Петербургском экономическом форуме, о том, что, так сказать, эта проблема, проблема технологического прорыва, она должна быть для нас приоритетной. Безусловно, значит, нам, у нас, так сказать, потенциал реализованный и так далее, и темпы экономического роста по версии Министерства экономики будут падать. Что-то странно, да? Причем это, ну, это, знаете, как, помните, в диалектике. Значит, надо сначала, значит, лечь, а потом уже будем вставать и так далее. А вот это очень странное, странное объяснение. Кроме того, мне кажется, что все-таки цель довольно внятно поставлена в послании президента. Я вот хотел бы все-таки опираться на послание президента больше, чем на указы. Потому что указывает, ведь дело такое, можно отменить, заменить, а послание никого не денешься. В послании внятно совершенно сказано, что необходимо для России развитие где-то порядка 5% для того, чтобы выйти на объем доходов по паритету, поиспособно на душу населения выше. Значит, валовый внутренний продукт нужно увеличить. А почему надо его увеличивать? А потому что валовый внутренний продукт, если отбросить всякое такое, значит, макроэкономическое словоблудие, это рост доходов. Значит, есть два варианта. Лучше жить это или должно быть больше доходов, или надо у кого-то что-то забрать. Значит, по поводу того, как у кого забрать, большое количество специалистов, которые твердо уверены, что еще этих взять и вот их забрать, то будет лучше. Ведь мы с вами помним, ведь коммунальные квартиры появились ведь из-за чего? Из попытки получить справедливость. Поэтому из десятикомнатную квартиру, значит, ее забирали, значит, у того человека, который неправильно его получил и делили, между всеми остальными и получали результат. Значит, понимаете, что делать? Жить, чтобы жить хорошо, точно совершенно, надо больше производить. Вот. Больше производить. А у нас рыночная экономика, денежная экономика. Значит, то, что больше производить, у нас два фактора. Первый фактор – нужно иметь мощности для производства, и второй – надо иметь спрос. Ну, я хотел бы два слова сказать по поводу выступления академика Виктора Викторовича Ивантера. То, что мы совершили прорыв в плане преобладания экспорта над импортом в программном обеспечении, это, конечно, очень важный показатель, но это всегда чревато опасностью. Не окажутся ли завтра наши программисты все за рубежом? Это очень важное наблюдение. А вот Виктор Викторович обозначил другую очевидную вещь. Он сказал, что у нас не задействовано 40% технических мощностей. Да, это было важно. Поэтому, если даже мы задействуем половину из этого, ну, понятно, что рынок, 20% – это гарантирует нам те самые пресловутые 7-8% роста ВВП. Да, причем это качественного роста. А почему мы вот такой очевидный резерв, потенциал в экономике наличия свободных мощностей, основу-основ, почему мы его не используем? И вот попытка, в том числе и у Сергея Юрьевича Глазева… Объяснить, почему. …ответить на этот вопрос, на мой взгляд, является очень важным итогом нашего сегодняшнего обсуждения. Ну, вы знаете, по крайней мере, видны, так сказать, вопросы, видны, так сказать, предложения, как на эти вопросы отвечать. Я вот думаю, что мы сейчас покажем нашим телезрителям сюжет о выступлении Сергея Юрьевича Глазева. Значит, там некоторые позиции тоже обозначены. Я должен сказать, что для того, чтобы сделать рывок, нужно восстановить функциональность основных систем управления развитием нашей экономики. Правительство должно заняться планированием экономического развития, взять на себя ответственность за достижение тех целей, которые ставит президент. Цель совершенно очевидна. Если мы хотим рывок, значит, от не меньше 8% прироста валового продукта в год. Можем мы это добиться? Сидящие здесь в зале люди знают, что можем. Центральный банк должен обеспечивать максимально благоприятные условия для роста инвестиций. В этом его главная задача. Государственные банки должны заниматься кредитованием инвестиций в реальный сектор экономики, а не отбирать залоги у предприятий, которые по их же вине оказались неплатежеспособными. Правоохранительные органы должны заниматься защитой собственности и борьбой с преступностью, а не обслуживать рейдерские захваты. То же самое касается и судебной системы. Я в завершение хочу, Сергей Дмитриевич, чтобы осталось в памяти наше сегодняшнее заседание, подарить вам доклад товарища Сокольникова, который был сделан в 1922 году. Возможно, в этом же зале собирался московский актив. Называется «Денежное обращение и экономика Советского Союза». Вопросы, которые мы обсуждаем, не являются новыми. И вообще говоря, мы не изобретаем велосипеды. Может быть, книжки наши становятся толще. Вот я с коллегами написал 600 страниц текста о том, как совершить рывок в экономическом развитии страны. Но, по сути, как это сделать экономистам, которые собрались в этом зале, понятно. Так что, как говорится, задачи определены, цели поставлены. Денег нет, но вы держитесь. В общем, хорошего вам настроения. Сергей Юрьевич представил свой достаточно свежий взгляд на традиционную тему, которую он разрабатывает. Это о роли инвестиций, о финансировании этих инвестиций, в том числе и за счет эмиссии дополнительных денег, и о процентных ставках. Я должен отметить, что, безусловно, концепция Сергея Юрьевича Глазьева развивается. И если он традиционно говорит, что мы идем не в ногу со всем миром по поводу величины процентных ставок кредитования реального сектора экономики, и это достаточно давно он уже говорит, то сегодня он еще и высказал мысль о том, что, безусловно, речь не идет о утилизации эмиссии. Речь идет о том, что эмиссия и это движение вперед возможно только если мы создадим соответствующие экономические условия. Его тезис о том, что если мы сегодня дадим деньги, то завтра они окажутся или в импорте, или переведены в валюту и вывезены, он абсолютно правильный. Для того, чтобы финансировать сегодняшний реальный сектор, нужно наводить порядок в самом реальном секторе. И это, безусловно, правильно. Я думаю, что это абсолютно верно. Больше того, я думаю, что если посмотреть на механизм инвестирования, когда берут заемные деньги, это обычный порядок инвестирования. Но при том беспорядке, который периодически наблюдается, когда вместо инвестиционного срока условно один год появляется три года, то за это время, при высокой ставке банковского процента, у нас получается, что затраты на финансирование, на инвестиции вдвое, втрое выше, чем расчетные. Сергей Юрьевич поставил, на мой взгляд, и важный для меня, как парламентария, вопрос о том. И я, например, лично считал, что у нас механизм банкротства законодательно описан. Примеры, которые привел Сергей Юрьевич, свидетельствуют о том, что это один из зловых вопросов, которые требуют решать. Закон о банкротстве на сегодняшний день не просто не действует, а он даже в определенной степени вредный, провокационный. Поэтому я считаю, что члены Совета Федерации и депутаты, присутствующие на сегодняшнем заседании, ну, наверное, откликнутся на вот этот пример с тем, что действительно, не создавая определенные институты функционирования реальной экономики, говорить о том, что кредитная ставка высокая, нужно говорить, но преждевременно. Ну, вот еще один из вопросов, который был сегодня, так сказать, там нас внимательно рассмотрен, и в нескольких выступлениях он там прозвучал, так сказать, это все-таки так, хотя бы в небольшой, так сказать, части, да, это стимулирование малого и среднего бизнеса, стимулирование развития. Сергей Славович, вот я думаю, что у вас много идей по этому поводу, есть что сказать. У меня идея немного, у меня идея одна, я ее уже 25 лет проговариваю. Ну, я знаю, что она такая мощная. Она простая идея. Не трогайте малый бизнес. Не помогайте ему. Вы просто его не трогайте. Оставьте его спокойно жить. И он сам найдет все ручеечки, куда проникнуть, где зарабатывать, создавать рабочие места. Чем больше мы заботимся о малом бизнесе, то ему все хуже и хуже. Вы знаете, потому что, видимо, забота у нас чаще всего выглядит как некое, так сказать, а, там, поучение, б, так сказать, дорегулирование, б, чрезмерная, так сказать, контроль за тем, что делает малый бизнес, потом, так сказать, учет его действий, значит, так или иначе, да, потому что нужно везде отчитаться. Вот результат, то, что мы видим. Ну, у меня есть такая аналогия. Если человек заболел, то что он предпочтет, чтобы его лечил врач, который понимает, что такое болезнь, или его лечил чиновник, который знает, как организовать здравоохранение. Я, например, не хочу, чтобы меня лечил чиновник. А малый бизнес лечат именно чиновники, а не экономисты. Ну, и сегодня еще одна тема, которая, так сказать, косвенно, так сказать, да, значит, звучала как тема влияния на нашу экономику, на российскую экономику, внешнеэкономических факторов и внешнеполитических факторов, геополитической ситуации. Она, не секрет, сегодня сложная, и даже, я бы сказал, обостряется все больше и больше, так, значит, эта тема была таким образом затронута, и, ну, мы беспокоимся о том, чтобы наша экономика в этой ситуации сохраняла свою устойчивость, сохраняла свою возможность своего развития. Сергей Трофимович, как вы полагаете, так сказать, вот, наша экономика, она все-таки, так сказать, стрессоустойчива, слово такое я применю, да, или все-таки мы не готовы, так сказать, да? Нет, мы, безусловно, стрессоустойчивые, и я напомню слова того же академика Ивантера о том, что у нас финансовый задел минимум на 4 года. Вот даже если ни копейки кредитов не придет, у нас свои потенциалы... Это золотовалютные резервы вы имеете в виду? И золотовалютные в том числе, но и вообще денежный потенциал, обеспечивающий оборотные средства предприятий, инвестиции и так далее. И действительно, по самым скромным подсчетам, если мы возьмем, что находится у населения порядка 30 триллионов, что находится в банках тоже порядка 30-40 триллионов, то возможности достаточно колоссальные. Не говоря уже о золотовалютных резервах. Кстати, сегодня говорилось о том, что порядка 150 миллиардов долларов – это у нас как бы излишний жирок, который можно было бы пустить на развитие. Поэтому, что касается стрессоустойчивости, плюс стабильное потребление углеводородов во всем мире, я думаю, что здесь особых проблем нет. Другое дело, что приводилось сегодня очень, на мой взгляд, важная цифра. Если мы на сегодняшний день имеем только 1,6-1,9% от мирового ВВП, а еще в 2013 году мы имели где-то 2,6%, то в финансовом секторе мы имеем эту долю менее 1%. То есть мы реально в финансовом секторе мировом занимаем, ну скажем так, позицию даже меньше, чем наш экономический потенциал. Это наиболее яркий пример того, что не все благополучно в финансовой сфере. И сегодня об этом много говорили, кстати. Ну я думаю, что завершая нашу передачу, мы, наверное, покажем сюжет о том, что сегодня в рамках Дня экономиста мы вручили премию «Экономист года». Это премия учреждена, так сказать, экономическим обществом России для награждения самых лучших, выдающихся людей, которые занимаются в сфере и реальной экономики, и научно-исследовательского сектора, образования экономического и так далее. И эта награда восходит своими, так сказать, корнями к тем наградам вольно-экономического общества, которые существуют, существовали, так сказать, веками. И мне кажется, что это очень престижная, важная награда сегодня нашла своих, ну настоящих героев. Общероссийская высшая общественная экономическая премия «Экономист года» – главная награда для российского экономического сообщества, учреждена Вольным экономическим обществом России в 2016 году. И наряду с престижными профессиональными наградами «Юрист года» и «Учитель года» является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством. В 2018 году на Общероссийскую высшую общественную экономическую премию «Экономист года» претендовало 137 человек. По представлению экспертного совета, жюри премии во главе с председателем, членом Совета Федерации, сенатором Сергеем Калашниковым, определило 8 дипломантов. Из числа дипломантов Общероссийской общественной экономической премии, жюри тайным голосованием выбрало 4 лауреатов высшей профессиональной награды «Экономист года». На торжественной церемонии в колонном зале «Дома Союзов» в Москве высшие премии «Экономист года» были удостоены. Михаил Алексеев – председатель правления АО «Юникредитбанк» за формирование и реализацию программы кредитования предприятий реального сектора. Марина Ракова – генеральный директор Фонда новых форм развития образования за разработку и реализацию инновационного образовательного проекта детских технопарков «Кванториум». Анатолий Слудных – генеральный директор производственного объединения «Уральский оптико-механический завод имени Еламова» за создание и реализацию программы инновационного развития предприятия. Илья Чех – генеральный директор ООО «Моторика» за разработку и реализацию социально значимого проекта «Моторика» – технологии протезирования верхних конечностей и обеспечения бесплатного протезирования по госпрограмме социальной защиты. Ну, еще раз поздравим наших новых лауреатов премии «Экономист года». Ну и завершая передачу, мы представим нашим телезрителям новые книги, которые у нас поступили в Вольное экономическое общество, которые в Вольном экономическом обществе сейчас издаются. Мы сегодня как раз к нашему экономическому собранию издали вот такую книгу «Беседы об экономике». Это третий том таких бесед. Здесь собраны живые беседы очень крупных, серьезных ведущих экономистов, российских и нероссийских, на темы, близкие нам, как экономистам и не только экономистам. Но поскольку это живая речь, образная речь, с хорошим материалом, с хорошими, так сказать, данными, которые здесь приводятся дополнительно, с описанием тех проблем, которые сегодня существуют, и предложениями по их решению, мне кажется, эта книга может заинтересовать огромное количество людей. Мы ее издаем каждому экономическому собранию. Ну и вышел новый журнал «В свет. Вольная экономика», журнал нашего экономического общества. И этот журнал посвящен примерно тем же темам, о которых сегодня говорилось на нашем экономическом собрании. Журнал поступил, так сказать, в нашу библиотеку, можно с ним ознакомиться. На этом я завершаю сегодняшнюю передачу. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Всего доброго. До новых встреч. Добро пожаловать в уютную гостиную «Домоэкономиста». Дружеская атмосфера, яркие гости, острые вопросы, откровенные ответы, экономические прогнозы. Умному достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова